Работа в мегаполисе есть, ее даже не нужно искать, она сама найдет человека. Стоит только обратиться в любой из семи районных отделов занятости, говорят специалисты Центра занятости города Алматы. Так ли это? Узнаем в нашем следующем сюжете. Кто ищет работу, тот всегда найдет, говорят специалисты Центра занятости в Алматы. Тем более, что с начала этого года стартовала новая программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства 2017-2021, которая является логическим продолжением дорожной карты занятости 2020. У программы есть три направления – обеспечение профессиональной квалификацией, развитие массового предпринимательства и развитие рынка труда. Основной акцент новой программы – это боится обучение. Почему? Потому что многие контингенты, жители нашего государства, они в основном находятся в сельской местности, 84% где-то там они не имеют. определенные специальности. Обращаются в отделы занятости и те, кто за неимением работы по специальности готов освоить другую профессию. По желанию, люди могут пройти курсы парикмахеров, поваров, электромонтеров, офис-менеджеров и других востребованных специальностей. В основном на рынке труда востребованы такие специальности. Это специальности по медицинской части. Это врачи, медицинские сестры, а также востребованные на рынке труда кондуктора, водители, а также менеджеры по продажам и маркетинги, и другие специальности. Молодежь, наверное, все-таки пытается больше в гуманитарии уйти, в продажи. Технических специалистов не хватает. Сам сколько работаю, технорей всегда было мало среди молодежи. Обычно старые кадры, а опыт передавать некому. Именно поэтому, наверное, молодежь ислоняется без дела. Ежеквартально-районные отделы проводят мониторинг востребованных на сегодня специальностей. Мегаполис остро нуждается в электрогазосварщиках, электромонтажниках, электромонтерах, контролерах технического состояния автотранспортных средств. Но, к сожалению, квалифицированных по этой части людей очень мало. Проблема безработицы среди молодежи актуальна всегда. Современная ситуация в сфере труда и занятости ставит молодых специалистов, которые только окончили вуз и не имеют опыта работы в очень сложные условия. У нас, сами знаете, в городе Алматы очень большая скапливность наших высших учебных заведений, средних учебных заведений. Поэтому каждый год оканчивает многое количество молодежи. Они, конечно, остаются в городе Алматы. Но всех их охватить трудоустройством очень сложно. Но все равно мы их содействуем. Потому что, конечно, работодатель требует опыта работы от молодежи. Поэтому по нашей программе есть предусмотры молодежной практики. Но, к сожалению, молодых людей, владеющих такой полезной информацией, очень мало. Большинство даже не подозревают, что существуют такие программы. По их мнению, основная проблема безработицы среди молодежи – это кадры, которые сидят несколько лет на своих рабочих местах и не хотят освобождать вакансию. Продлили срок пенсионного. Это тоже как-то невыгодно. Лучше надо, наоборот, когда им уже по 40 лет, их уже отправлять на пенсию, а уже молодых принимать. И вот тогда вот будет уже способность безработницы тоже уменьшиться. Хорошо. А вы знаете, что у нас существует центр занятости в Алмате? Нет. Нет, не слышали. А вы знаете, что у них есть программы для молодежи? Есть специальные курсы? Нет. Курсы бизажистов? Нет. Нет, не знали. А если бы вы знали, вы бы пошли на курсы? Конечно, если такая выгодная, выгодное продолжение. Конечно. Нужна площадка такая, где смогли бы найти молодого специалиста или стремящегося к чему-то новому узнать. А вы сами ходили в центры занятости? Не довелось. Не довелось. А вы знаете, что там есть много специальных программ для молодежи, для безработных людей? Не знал. В каждом из семи районов отделов занятости активно ведется информационно-разъяснительная работа с горожанами. Проводятся встречи, специализированные мини-ярмарки для людей с инвалидностью. Да, мы представляем специальные вакансии. Сейчас мы собираем с районов списки инвалидов, которые, кто могут работать, и мы будем содействовать по-тругому. Также в рамках программы существует бесплатное обучение основам предпринимательства, содействие в разработке бизнес-плана, предоставление микрокредитов начинающим бизнесменам. Кто хочет открывать свое дело, хочет заниматься своим бизнесом, мы им помогаем, содействуем. Они приходят к нам, обращаются, мы их направляем на палаты предпринимателей, там они проходят краткосрочные курсы. После этого, если они проходят определенное тестирование, им предоставляется определенное микрокредитование. Они могут получить до 16 миллионов тенге кредит, чтобы открыть свой бизнес. По словам заместителя руководителя Центра занятости населения, количество безработных последнего квартала прошлого года не превышало 847 тысяч человек, тогда как в этом году цифры изменились незначительно – всего 849 тысяч граждан. То есть безработица осталась на уровне 5%. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!